Пустой бокал Пустой разговор Но пустой бокал полон воздуха Значит, в нем нет пустоты И пустой разговор полон Полон глупостей А возможно ли абсолютная пустота вообще? Может, это вакуум, в котором нет ни молекул Ни атомов, ни частиц? А что же есть, если свет распространяется в этой среде? Свет Удивительное явление Он создает условия для жизни на Земле А как распространяется свет? Свет достигает Земли из космоса по пустоте Полной пустоте Даже в фантазии не представить эту пустоту Можно представить муху Или поезд Или Альберта Эйнштейна Но никак не вообразить эту абсолютную пустоту И наш фильм не о фантазиях Наш фильм посвящен реальной природе Где свет – это реальность И среда, в которой она распространяется Это тоже реальность Кстати, до 20 века Многие ученые считали, что свет Распространяется в особой среде И среду эту называли Светоносным эфиром Причем такой эфир должен обладать Удивительными свойствами Быть совершенно прозрачным Проницаемым Чтобы обеспечивать максимальную скорость света Термин эфир остался в применении К радио и телевидению Но из истории науки узнаем Что идея эфира как среды для света В 20 веке была отвергнута Вернулись к понятию вакуума Как пустоты Эта идея утвердилась В результате интерпретации Опыта физико-испытателя Майкельсона Вот она – установка Майкельсона А опыт такой Один луч света Движется поперек движения Земли Другой – вдоль движения Земли Ученые думали, что эфир В котором перемещается свет Может проявить себя Если скорости лучей будут различаться Из-за движения Земли Но лучи имели одинаковую скорость Такая установка на самом деле Не могла обнаружить изменения скоростей лучей света А причина ведь проста Лучи проходили одинаковое расстояние В одинаковых условиях среды И движение Земли Здесь не могло влиять на скорость света Опыт Майкельсона Даст такой же результат И со звуковыми волнами И с другими движущимися объектами Если для них условия среды Будут одинаковыми Но отрицать роль воздуха При распространении звука Еще не пришло в голову Ни одному ученому Впрочем, история знает случаи Когда из тщательных наблюдений Ученые делали ошибочные выводы Некоторые люди и сейчас представляют себе Что все объекты в космосе Вращаются вокруг Земли Что на самом деле не так После опытов Майкельсона Прошли годы Триумфально завоевала мир Теория относительности Эйнштейна Она была основана На математическом описании Пустого пространства плюс времени В котором кое-где Размещены космические объекты Земля, планеты, звезды, галактики Притяжение или гравитация В теории Эйнштейна Изображается в виде искривления Пустого пространства плюс времени Вокруг любого объекта И его теория дала предсказания Которые блестяще подтвердились Но наличие среды Для распространения света То есть эфира Не вписывалось в теорию Эйнштейна Хотя сам Эйнштейн В поздних своих трудах Предлагал вернуться к понятию эфира Как к среде, имеющей физические свойства Тем не менее Именно ранние утверждения Эйнштейна Об отсутствии среды Многие десятилетия считаются Аксиомой Хотя споры были и идут до сих пор Накапливались знания И предположения об этой среде А в начале нынешнего столетия С гипотезой выступил российский физик Анатолий Васильевич Рыков Он назвал свой труд Структура вакуума Или по-старому эфир Анатолий Васильевич Рыков Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета В 1953 году с отличием Работает в Москве В Геофизическом институте Академии наук Ведущим научным сотрудником Он так объясняет Что заставило его заняться Этим вопросом физики Я непреднамеренно Этим делом начал заниматься А просто вот В соседней комнате Вот работал Евгений Васильевич Барковский Он каждый день Заходил ко мне И жужжал Все уши мои Прожужжал про то Что есть эфир Который внутри Земли Превращается в вещество От этого Земля расширяется Расползаются континенты И все прочее Все объясняет С помощью эфира Но мне это очень надоело Я решил его вывести На чистую воду Но так же нельзя Тем более что Мои представления Были полностью Обусловлены той физикой Которую я учил Которую я знал Вот и получилось так Что я обратился К вопросу Что такое гравитация К своему удивлению Обнаружил Что в физике Нет понимания Природы гравитации То есть Гравитацию все знают Законы знают Законы Ньютона Про гравитацию Эйнштейна Про гравитацию А самой природы В этих теориях Нету Теории гравитации Это было удивительно Собственно это было Толчком Заниматься Этим исследованием Вот А исследование Началось с чего Что Еще в 1933 году Супруги Супруги Жульева Кюри Наблюдали Рождение Позитрона И электрона В камере Вильсона То есть Они возникали Что это такое Почему В физике Не обратили На это внимание То есть Обратили Но почему-то считали Что Энергия Равная МС квадрат Этой энергии Есть Причина Рождения Массы Но энергия Не равняется Массе Она просто нужна Чтобы родить Массу Но самой Массе Она не равняет Далее была Трудная работа По шлифовке Структуры Вакуума И только После публикации В 2007 году Книги Постепенно Пришел К абсолютной Уверенности В реальности Существования Структуры Среды Вакуума Она нашла Своё подтверждение Во всех Известных Нам явлениях Электромагнетизма Волны Бройля Структуры Атомов И ядер Атомов Рождение Вещества Из вакуума Гравитации И главное В природе Инерции Причина Открытия Реальности Структуры Вакуума Есть естественный Ход исследований И она могла Быть сделана Любым Образованным В физике Человеком Скорее всего В теоретической Физике Совершён Крупный промах В объяснении Факта Рождения Масс Из вакуума Это не моя Заслуга А промах Физики Так На основании Фактов Экспериментальной Физики Возникла Гипотеза О структуре Вакуума Она связана С рождением Массчастиц И античастиц При внесении Необходимой Энергии Излучения В вакуум И обратному Процессу Аннигиляции При образовании Их масс В вакуум С выбросом Гамма-излучения Рождение Пар частиц И античастиц В вакууме При внесении Необходимой Энергии Излучения Можно наблюдать В коллайдерах Ускорителях Сталкивателях Частиц Схематично Представим Этот опыт В анимации При ускорении И резком Торможении Частиц В вакууме Образуется Источник Гамма-излучения Гамма-излучение Это Электромагнитная Волна Или попросту Свет Имеющий Достаточно Высокую Частоту Колебаний Волны Гамма-излучение Деформирует Структуру Вакуума И из нее Рождаются Массы частиц И античастиц Когда эти частицы С разными Знаками заряда Столкнутся Они преобразуют Свои массы Обратно В гамма-излучение Еще раз Если вакуум То есть Эфир Облучить Светом Имеющим Достаточно Высокую Частоту Колебаний Эфир Поглощает Свет И испускает Реальные частицы С разными Зарядами Физики Подобный Процесс Именуют Фотоэффектом Так При освещении Обычного Вещества Например Железа Или цинка Происходит Выбивание Светом Их частиц Электронов При определенном Освещении Вакуума Тоже происходит Выбивание Частиц Но уже С разными Зарядами Это доказывает Что вакуум Это не абсолютная Пустота Это материальная Среда Вселенной Которая Является Электромагнитным Веществом Причем Это вещество Кристаллическое То есть Оно представляет Собой структуру В узлах Которые Вместо Обычных Атомов Находятся Электрические Заряды Для электрона И позитрона Протона И антипротона Меонов И других Частиц Только Электрические Заряды Могут быть Носителем Света Как в Обычном Веществе Так И в вакууме А пустота Не может быть Транслятором Света В обычном Веществе К примеру В воздухе Или в воде Заряды Находятся В непрерывном Движении В колебаниях Поэтому Происходит Рассеивание Света И снижение Его скорости А в среде Вакуума Электрические Заряды Уже занимают Более жесткую Позицию И не колеблются Из-за масс Вакуум Является Безмассовым Наверное Поэтому Свет В вакууме Не рассеивается А скорость Света Стремится К максимальному Значению Но если Предположить Что структура Вакуума Обладает Такими Свойствами То эта Структура Объясняет Не только Распространение Света Она Также Дает Понимание Источника Гравитации И Инерции Не секрет Вся живая Природа Живет И работает С помощью Энергоэлектричества Вся наша Техника Опутана Электрическими Проводами Но что Такое Гравитация Или попросту Притяжение Природа Гравитации Тоже Электрическая По теории Анатолия Васильевича Рыкова Массы Всех Веществ И объектов Поляризуют Структуру Вакуума И Выражаются Электрическим Зарядом В гравитации Структура Вакуума Играет Ключевую роль Она Сама Оказывается Электрически Заряженной Средой И подчиняясь Закону Кулона Притягивает Все тела Друг К Друг Инерция Проявляется Как свойство Магнетизма Также Зависимого От зарядов Структуры И вот За короткое Время Удалось Нарисовать Упрощенно В общих Чертах Физическую Картину Нашего Мира В основе Которой Лежит Кристаллоподобный Электрически Заряженный Эфир В этой Связи Интересно Вспомнить И историю С токамаками Которая Лет 30-40 Назад Вызвала В советской Науке Настоящий Бум Этой идеей Удалось Заразить И ученых Других Стран Токамак Это грандиозное Научно-техническое Сооружение Призванное В полном Вакууме Так называемой Пустоте Сжимать С помощью Магнитных Полей Горячую Плазму До температур Солнечных Термоядерных Реакций С целью Получения Энергии Солнца На земле Но что Получилось Плазменный Шнур Жил Порядка Половины Секунды После чего Плазма Разрушалась И уходилась Сквозь стенки Вакуумной Камеры Также Моментально Разрушалась Плазма В устройстве Типа Токамак В опытах Проведенных Недавно В США И Европе Эти факты Вероятно Можно Также Объяснить Существованием Структуры Вакуума Игнорирование Его свойств Приводило И будет Приводить К разрушению Плазмы Пространство Что в Токамаке Что в Космосе Не пустое Все Пронизано Эфиром Все мы И все Объекты Погружены В эфир И каждое Мгновение Мы ощущаем Его действие На земле Как силу Тяжести Кроме того Российскими Физиками Испытателями Сергеем Годиным И Владимиром Рощиным Получены Результаты Эксперимента В котором Вес Их Опытного Генератора Уменьшался Если Ротор Генератора Вращался По Часовой Стрелке А если Вращался Против Часовой Стрелки Его Вес Увеличивался Такой Результат Эксперимент Небывал Результаты Прямо При Тим Общепризнанные Открытия И смелые Гипотезы И даже Заблуждения Являются Составной Частью Единого Процесса Познания И преобразования Мира Играет музыка Играет музыка